Путёвок для детей из краевого бюджета выделено в нынешнем году 872 миллиона рублей. За счёт этих средств по программе «Дети Кубани» в региональных лагерях бесплатно отдохнут 30 тысяч юных жителей края, среди которых немало и славянцев. Подробности в нашем следующем репортаже. В летний зной самое время подумать о том, как отдохнуть, используя и провести время славянской детворе. Многим ребятам из нашего муниципалитета действительно повезло. Они получили путёвку в оздоровительный лагерь, в Анапскую жемчужину, которая давно уже известна с самой лучшей стороны. Родители отправляют туда своих детей с большой радостью, поскольку уверены, что там для них будут созданы все условия для полноценного отдыха. Я радуюсь тому, что ребёнок поедет отдохнёт, наберётся сил перед новым учебным годом. Я очень надеюсь, что ей там понравится, потому что лагерь, я думаю, хороший, всё там у неё будет хорошо, позитивно, вернётся с новыми силами, с новым настроем. Конечно, будет делиться впечатлениями. Каждый день будем созваниваться, будем радоваться за неё. 40 детей из семей, в том числе и из оказавшихся в трудной жизненной ситуации, были отправлены в оздоровительный лагерь на три недели по бесплатным путёвкам. Благодаря содействию районной администрации и доставка в лагерь на автобусах ничего не стоило родителям отдыхающих детей. Ребята были очень оптимистично настроены, предчувствуя прекрасный предстоящий отдых, тем более, если они едут туда не впервые. Во второй раз уже поеду в лагерь. Первый раз было очень классно, нашёл новых друзей. Мы веселились там, игрались, купались, загорали. В «Жемчужине» очень весёлое мероприятие. Я люблю проводить там время. Там очень добрые вожаты. Отдыхаем спокойно, загораем, лежим со всеми, дружим спокойно, ходим на всякие мероприятия. Впереди у славянской детворы прекрасный отдых на берегу Тёплого моря. В лагере будут обеспечены отличное питание, разнообразный интересный досуг. Всего около 400 юных славянцев получили возможность на льготное оздоровление в 2021 году. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова